Списки, как и кортежи, представляют собой контейнерные типы. Однако имеются два существенных отличия. Во-первых, списки гомогенны, в отличие от гетерогенных кортежей. Слово гомогенные означает, что все элементы списка должны принадлежать к одному типу. Вторым отличием является то, что элементы списка, что длина списка не фиксирована и неизвестна компилятору, в отличие от кортежа. Список может быть пустым, может иметь произвольную длину, а в процессе исполнения длина списка может изменяться. В хаскеле списки задаются следующим образом. Элементы списка перечисляются через запятую, а сам список заключается в квадратные скобки. Рассмотрим несколько примеров. Вот перед нами список чисел. Можно задать список булевых значений. Это двухэлементный список. Что касается типов списков, то поскольку списки гомогенны, то их тип не зависит от их длины. Если бы мы сделали очень длинный список булевых значений, то по-прежнему его тип был бы булл, заключенный в квадратные скобки. Мы видим, что та же идея, которая была в кортеже, что тип повторяет структуру значений, здесь тоже используется. Квадратные скобки указывают на то, что это список, а булл указывает на тип элемента списка. Для списков типа char имеется специальный синтаксис. Если мы зададим вот такой вот список из символьных элементов, то он будет выводиться как строка. Это одно и то же, то есть набрать вот такую вот строку, которая была выведена, и набрать вот такой вот список, это значит задать одно и то же значение. Тип такого выражения, это список значений типа char, и тип выражения заключенного в двойные кавычки, тип строки, это тоже список типа char. Для списка типа char имеется стандартный синоним string, который может использоваться всюду, где используется тип список типа char. Вместо списка типа char мы можем писать string, ну, например, поскольку мы явно можем указывать тип любого выражения, мы здесь явно укажем, хотя это, конечно, ничего не изменит и никакой дополнительной пользы нам не принесет.